Меня зовут Анна, я мама одной из студенток, которая приехала в университет Джонсу учиться по программе IFP-CCN. Я просто знаю наши российские вузы, во-первых, назвать кампусами то, что у нас называют студенческие городки, но по сравнению с этим это просто ничто. Я с легким сердцем оставляю здесь ребенка, потому что сама посмотрела и убедилась в том, что здесь безопасно. Во-первых, мне как родителю это важно. Здесь очень красиво, здесь все направлено на то, чтобы студент мог получать качественные знания и не отвлекался на какие-то бытовые мелочи, которые часто сопровождают учебу наших российских студентов дома. Общежитие, ну я честно скажу, лучше, чем у меня номер в гостинице, их комната, где девочки живут. И мне кажется, что вот бытовые условия у меня вопросов нет. Единственное, что немножко неприятной неожиданностью было, матрасы, они есть, но они вот, я так понимаю, что это кокосовая такая вот стружка, скажем так, они для, ну, нам непривычно. Я живу в гостинице, у меня там матрас тоже жесткий, я теперь понимаю, что, видимо, для Китая это нормально, но для наших детей изнеженных, это для наших телец очень большое испытание суровое. Поэтому вот в магазинах, в супермаркетах тут, которые рядом буквально, можно купить какой-то такой мягкий матрасик легенький. Вот это вот самая большая проблема. Ну, одеяло, подушки тоже это все можно купить. Ну, вот единственное, что это, конечно, такие расходы не запланированы, поэтому вот на это нужно обратить внимание, дать детям дополнительную сумму на обустройство своего быта именно. Мне трудно определиться с суммой, но вот я сегодня купила матрасик такой, ну, матрасничек такой мягенький. Вот 75 юаней он стоил. Я думаю, что дополнительно так вот, если, ну, просто вот прям вот даже с запасом, это 500 юаней вот на такие вот какие-то, это с большим запасом. Нет, единственное, что немножко пугает, это вот отсутствие привычной нам еды в столовых, пока я не нашла то, что можно было бы есть. Но уже в супермаркетах мы уже определились с тем, что можно было бы купить и съесть, приготовить на завтрак или на ужин, потому что-то такое полегче. А на обед здесь вот как раз все есть для обеда. В аэропорту нас встретили сразу, не было вообще никаких трудностей с тем, чтобы найтись. Доехали, поселили нас, мне помогли устроиться в гостиницу, хотя это совершенно в их обязанности не входило. Ну, помогают буквально вот во всем. Каждый вопрос, который возникает, он находит ответ, и я очень довольна. Могу сказать, что информацию, которую получала от CCN, она для меня была полная. Вот если кто-то из родителей в чатах, может быть, писал, что что-то для него было неожиданностью, честно говоря, ну, видимо, он где-то это пропустил. Чаты раздуваются очень быстро, пухнутые, информацию действительно можно потерять. Но я все увидела, для меня неожиданностей не было никаких. Очень дружелюбно все настроенные преподаватели, что очень приятно, потому что в России преподаватели очень закрытые, недоступные для студента. Часто внеучебное время с преподавателем в России пообщаться невозможно. Вот что очень важно для ребят здесь, на первых порах, как я вот сейчас вот вижу, это чтобы они ехали, у них в телефоне там или в планшете был скачен какой-то транслейтор, переводчик. Есть ли какие-то языковые трудности, чтобы этот барьер преодолеть. И очень сканер очень нужен, чтобы было это приложение. Вичат уже, наверное, все знают, что нужно поставить детям. И VPN, да, помогает. Маргарите тоже большое спасибо, потому что на многие такие дурацкие вопросы она отвечала спокойно и выдержана, не раздражаясь. И сложности были с документами, и она очень помогала нам. Я хотела сказать, что очень хорошо, что есть такая компания, как CCN, которая может российским студентам рассказать о Китае, открыть буквально Китай. Вам большое спасибо за вашу работу.